Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Итак, сегодня мы будем говорить о периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева. Наверное, можно сказать, что вообще символ всей химии, это и есть периодическая система, потому что, открывая любой учебник химии, сразу на обложке даже иногда нарисовано, мы сразу сталкиваемся с этой таблицей. Да, конечно, Евгений, но дело в том, что открытие и признание периодической системы Менделеева было связано с очень интересными, можно сказать, даже такими детективными событиями. В 1869 году Меншуткин от имени Менделеева выступает с небольшим сообщением. Он говорит о том, что сделана, установлена периодическая зависимость в свойствах химических элементов. Но, как известно, что не весь научный мир с этой идеей согласился. Известные химики, такие как Бюнзен, такие как Освальд, они вообще игнорировали периодический закон. То есть они совершенно не признавали? Да, они были не согласны и игнорировали просто даже вот этот закон, эту закономерность. Часть ученых выступила с определенными претензиями на авторство. То есть кто-то раньше Менделеева тоже предполагал, что вот... Да, да. В общем-то попытки как-то объединить, установить зависимость между химическими элементами, их свойствами предпринимались. И таких попыток было много. У нас с вами есть слайды, давай посмотрим и их сразу же прокомментируем. Ну вот первое это Деби Рейнер. Да, вот у нас здесь представлен закон Триад, который был сформулирован в 1829 году. Он предлагал так. Он объединял, видите, не случайно называется триады. Он объединял по три элемента и таким образом считал, что в то время называли атомный вес. Атомный вес элемента, который находится в серединке, равен средней арифметической от атомных весов первого и третьего элемента. Вот, например, литий, натрий и калий. Почему он размещает? Видите, 39 калий, 7 литий. Если найдете среднее арифметическое, получаете 23 для натрия. То есть, получается, он просто брал как бы вот второй элемент, он должен был находиться как бы посередине по атомному весу. Да, да, по атомному весу. Ну, сейчас давайте говорить о атомной массе. Да. Принято такое понятие. Ну, они говорили атомный вес. Ну, я думаю, что до таблицы Менделеева, конечно, это очень далеко. Да, и Деби Рейнер, он и не видел никакой такой особой закономерности. Ну, конечно, если бы применить сейчас его закономерность, у нас бы получились результаты далекие от того, что есть. Это очень интересная таблица. Дальше Шан Куртуа. Он в 1862 году тоже пытается разместить химические элементы, но, видите, он изображает их в виде такой винтовой линии. И получается, на каждый шаг винта под и над этим шагом расположены элементы А, Б, С, которые он считал сходные по каким-то химическим свойствам. И получается, что сходные элементы, они располагались друг под другом. Да, но он тоже здесь не видел такой закономерности. Вот расположил элементы, но не сказал, почему, в чем здесь закономерность. Ну, видимо, считал, что какие-то свойства похожи, и все. Ну, получается, такая слишком пространная, скажем так, предположение. Да, да, да. И тут опять-таки можно было фантазировать. Больше для фантазии все элементы расположить. Следующая идея была Ньюленц. Он так называемый закон-октав. Давайте посмотрим его на слайде. Посмотрите, вот так располагают химические элементы. В то время их было известно 62 элемента. Но сам Ньюленц, его вот эта таблица, она не позволяла как-то развиваться. Видите, не было никаких пустых клеточек. Да, то есть, получается, нет пропусков, значит, соответственно, по его таблице нет и других элементов. Да. То есть, новых элементов быть не может. Да, получается так, что по его системе была такая картина. Ну, а в 1864 году Мейер, он предложил свою таблицу. У нас этой таблицы нет. Но Мейер, он расположил из 44 элемента, из 62 известных, в определенную закономерность. И вот Мейер особенно предъявлял, как говорится, претензии по поводу открытия периодического закона. Он считал, что он такую зависимость установил несколько раньше. Но, как говорят первоисточники, что когда Мейер расположил свои элементы, он сам же и написал, что никакой закономерности в расположении нет. То есть, можно элементы расположить как угодно. Даже можно процентировать его фразы. Подобное расположение можно получить просто, расположив все атомные веса в ряд без какого-либо произвольного выбора, в порядке их возрастания. Затем, разбив этот ряд на отрезки и присоединив последний друг к другу, без изменения порядка. Ну, еще второй момент, что Менделеев с работами Мейера не был знаком. Это факт установленный, то есть, он о работах, а Мейер сам, в общем-то, как говорят источники, и не очень-то ее и публиковал. Потому что, ну вот, вы процитировали, он не считал, что тут какая-то установлена закономерность. Но вообще, получается, вот все, что мы просмотрели, скажем, так называемые первые варианты таблицы, они все-таки как бы становились все более такими, ну, ближе и ближе подходили. То есть, если первая совсем была такая слишком далекая, то все-таки уже в Мейере какая-то, ну, хоть какая-то связь просвешивалась. Да, да, какая-то закономерность уже есть. Но дело в том, что когда и Менделеев расположил вот свои химические элементы в последовательности, он тоже не был, вы знаете, вот сразу уверен во всем. Проблемы были у таблицы Менделеева с первым атомом, водород, где ему находиться, быть в первой группе или быть в восьмой группе. Проблемы были, а является ли водород первым. И Менделеев сам считал, что он же располагал элементы в зависимости от атомного веса. И вполне мог быть элемент, у которого атомный вес меньше, чем у водорода. И Менделеев занимался поисками этого элемента. Не случайно у него работы посвящены эфиру. Вернее, да-да, эфиру, но он считал, что, ну, есть какой-то элемент более легкий. Почему уран последний элемент? Это тоже нужно. Есть ли за ураном элементы? Ну, проблемы, конечно, были бы с редкоземельными элементами. Вот лантаноиды. И Менделеев, может быть, даже еще и не все предположил, все проблемы, с которыми он мог бы столкнуться. То есть все это было очень интересно, и работа шла большая, и не так легко формировалась такая таблица. Но вообще вот он многие элементы, можно сказать, и предвидел. Даже при его жизни были открыты некоторые из элементов, которым он даже давал такие пространственные названия. Вот можно его процитировать, заодно посмотрев его фотографию. «Описаны были мною три элемента», – писал Дмитрий Менделеев в «Основах химии». «Экобор», «Экоалюминий» и «Экосилиций». «И не прошло и 20 лет, как я имел уже величайшую радость видеть все три открытыми и получившими свои имена от тех трех стран, где найдены были эти редкие минералы, их содержащие, и где сделаны их открытия». «Говорил он про Галий, Сканди и Германию». Ну и вот можно сказать, что вообще вот когда появилась таблица Менделеева, да, химия уже стала более серьезной наукой. Как бы уже можно было ориентироваться на эту таблицу, и все-таки теоретические основы были заложены серьезно. До этого, ну мне кажется, что химия, она такая была более разрозненной. Ну, приходилось много запоминать информации, такой закономерности, все-таки не видели те, кто изучал эту химию много, приходилось просто запоминать. А таблица, она как бы схематически изложила многие... Да, но дело в том, что вот в истории таблицы можно выделить три этапа. Первый этап, можно сказать, что это Менделеевский. Второй этап, он связан с тем, когда физики начали подробно изучать строение ядра. И здесь уже дается другое, объясняется по-другому закономерности в таблице Менделеева. Не с атомным весом связаны, а со строением электронных оболочек. И вот второй этап, когда изучается строение ядра, уже делаются попытки нейтрон сделать первым элементом в таблице Менделеева. Есть такие таблицы, где первым не водород, а вот это элементарная частица нейтрон. А вот третий этап развития периодического закона, это уже связан с получением так называемых трансурановых элементов. То есть мы начинаем синтезировать трансурановые элементы. Это очень интересный этап, но фактически это уже следующий этап в развитии периодического закона. Можно сказать, что первый этап Менделеевский, а дальше мы лучше понимали строение этой таблицы. И понимали, что это не только закономерности в свойствах элементов. Это закономерности природы отражены вот в этой таблице. Ну вот прежде чем обращаться к таблице, наверное, давайте поговорим о самом Дмитрии Ивановича Менделееве. Давайте обратимся к его фотографии. Дмитрий Иванович Менделеев не только гениальный русский химик, но еще и физик и натуралист. Родился Менделеев в русской семье. Ну, как я вот нашел, что дед его по отцу был священником и носил фамилию Соколов. А якобы Менделеев получил данную фамилию в виде прозвища. Это получил эту фамилию отец Дмитрия Ивановича в духовном училище. А мать Дмитрия Ивановича происходила из бедного, но старинного купеческого рода. Ну, к тому времени уже состояние, как я сказал, этот род обеднел, поэтому денежные вопросы их, конечно, тоже волновали. А сам Дмитрий Иванович родился 27 января 1834 года в Тобольске. Что интересно, что он был 17-м и последним ребенком в семье. Отец Менделеева занимал, в принципе, достаточно высокий пост. Он был директором Тобольской гимназии. То есть, можно сказать, тоже был человеком просвещенным. Но, к сожалению, в том году, когда родился Дмитрий Иванович, отец Менделеева ослеп. И через какое-то время он потерял место директора. И, соответственно, конечно, семья испытывала определенные трудности. Ну, и всю заботу о Менделееве, как и о его братьях и сестрах, взяла мать Дмитрия Ивановича, которая еще содержала небольшой стеклянный завод и получала определенную пенсию. Что позволяло им, ну, хоть как-то жить. Причем на эти деньги матери удалось дать Дмитрию Ивановичу вполне неплохое образование. Причем, что интересно, в гимназии, ну, по-нашему говоря, в школе Менделеев учился плохо. И вообще он терпеть не мог школу. Он считал, что все, что там, ну, как там преподают, это совершенно неинтересно и не нужно. А вот, в принципе, из всех предметов он выбрал те, которые ему были интересны. Ну, как вы думаете, это были химия и физика. Вот их он изучал, и у него к этим предметам был большой интерес. Ну, а, скажем так, развился Менделеев с точки зрения ученого, конечно, в первую очередь интерес к науке у него проявился еще, когда он поступил в главный педагогический институт. И там он встретил многих выдающихся учителей, которые ему привили интерес к науке. Ну, и в то время в Петербургском университете преподавали, например, такой известный ученый, как Ленц, физик, да, Воскресенский и некоторые другие. Причем, что интересно, что вот обучение того времени, что ему нравилось, в университете были небольшие классы, то есть... То есть в мою группу пошло обучение, как сейчас рекомендуют. Да, и учителя, как преподаватели, это, наверное, более правильно сказать, они уделяли больше внимания непосредственно вот ученикам, ну, студентам, говоря по современному языку, да, и, соответственно, ему это очень нравилось. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что по окончании обучения у Менделеева были проблемы со здоровьем, и поэтому он занял место учителя сначала в Симферополе, а затем в Одессе. Он был знаком, например, с Пироговым, где пользовался его, кстати говоря, советами, чтобы поправить здоровье. Ну, а в 1856 году он вновь возвращается в Санкт-Петербург. Давайте вновь обратимся к фотографии Дмитрия Ивановича. Он защищает диссертацию на степень магистра химии об удельных объемах. И в 23 года он становится доцентом Петербургского университета, где читает сначала теоретическую, а потом органическую химию. В январе 1859 года Менделеев отправляется за границу, ну, а в 1861 году вновь возвращается в Санкт-Петербург, где и возобновляет чтение лекций по органической химии. И издает уже вот учебник, который носит название «Органическая химия». Ну, он тоже написан достаточно оригинально. У него есть такая идея, которая объединяет органические соединения и так называемая теория пределов, благодаря которой и объединяются органические соединения. Ну, говорят, что у него была необыкновенная работоспособность, и вот этот учебник он написал, по-моему, за два месяца. Очень качественная работа. И причем вообще во всех своих научных деятельностях он всегда проявлял необыкновенную скрупулезность. Вот мы знаем, по-моему, 350 у него работ печатных. Да, по тому времени это просто что-то невероятное. И две трети — это оригинальные работы и по химии, и по астрономии, и по физике. То есть вот очень серьезно относился. Видимо, вот очень был увлечен не только химией, но и вообще, можно сказать, практически всем естествознанием. Ну, а вы знаете, сейчас же говорят все открытия на стыке наук. А вот мы уже с вами говорили даже о Ломоносове и Менделеев. То есть разделяет их приличный промежуток времени, но уже в то время понимали, что на стыке наук происходят основные открытия. То есть быть специалистом только в одной области... Да, сейчас это уже несерьезно. Вряд ли чего-то достигнешь такого глобального, наверное. Ну, а если мы вновь вернемся к Дмитрию Ивановичу Менделееву, то мне хотелось бы отметить, что в 1864 году Менделеев уже становится профессором Петербургского технологического института. А в 1865 году он защищает диссертацию, которая носила название «О соединениях спирта с водой на степень доктора химии». Ну и в 1867 году он возглавляет уже кафедру неорганической общей химии. Ну и в данный момент он еще больше интересуется химией. Можно сказать даже, что наступает такой расцвет его научной деятельности и научного творчества. И вот в 1869 году, это периодический закон Дмитрия Ивановича Менделеева, и он его излагает, с одной стороны, в ряде своих мемуаров, а затем он выпускает книжку, которая вот датируется в 1869 по 1871 год «Основы химии». И вот даже до сих пор, открывая современные учебники по химии, мы можем найти цитирование из этой книги. Вот даже я, когда говорил о новых элементах, которые были открыты, это тоже было написано в том числе в одном из его изданий «Основы химии». Причем, ну я врать не буду, но, по-моему, вышло очень большое количество изданий этой книги «Основы химии», более 14, если я не ошибаюсь. Ну и мне хотелось бы отметить, что, кроме того, он изучает также сжимаемость газов, исследования растворов, в первую очередь по отношению к удельному весу. Также были такие оригинальные исследования, которые он проводил, например, в 1887 году он поднимается на воздушном шаре в клину для наблюдения полного солнечного затмения. То есть вот интересы к другим наукам у него тоже остаются, и пытается тоже он связать химию и с другими науками. Ну еще я хотела бы сказать, он все-таки внес большой вклад и в развитие промышленности. Например, он отправляется на уральские заводы и делает анализ производства уральских заводов и свои рекомендации по повышению эффективности работы на этих производствах. Кроме того, к Менделееву обращаются военное министерство и морское министерство, просят разработать новый бездымный порох. И ему удается этот порох разработать. Порох очень оказался качественным и, мы сейчас бы сказали, унифицированный. То есть он подходил ко многим видам известных на то время огнестрельного орудия. То есть получается он и для промышленности, и для военной науки? Военная наука, промышленность. Причем вот я даже читал, что... Не только теоретически, а вот это именно было внедрение уже в производство. Вот он считал, что нельзя заниматься химией чисто теоретически. Обязательно нужно, он всегда интересовался именно химической промышленностью. Нужно необходимо развивать ее. Видимо, он видел как раз вот главное будущее химии, это вот создание различных процессов химических, да, получение ценных веществ и так далее. Ну и говорят, что он своими званиями никогда не, как говорится, не рекламировал их. Только в единственном случае, если нужно было пойти и добиться что-либо не лично для него, а для страны, для института, он тогда говорил, ну я пойду. Кто вы, я же Менделеев, только вот если нужно было лично для вот каких-то, не для его интересов, а вот в интересах страны или в интересах какого-то института так работал. Ну вот он еще очень интересовался и посвящал много трудов нашей нефтяной промышленностью. Причем он в 1876 году предпринимает путешествия в Америку по поручению правительства для того, чтобы познакомиться там с постановкой, ну как раньше называли, нефтяного дела. И он даже проводит некоторые работы, которые посвящены как раз в том числе и свойствам нефти. Кроме того, он изучает и вот опять-таки химик, у нас называется химия и экономика, как бы связь химии и экономики. Так вот он в 1888 году изучал экономическое состояние Донецкого каменноугольного района. И даже уже как бы вот в его советах он уже предпринимал, ну советовал более рационально использовать, если цитировать, будущие силы, которые покоятся на берегах Донца, как вот если детально. То есть получается, что он уже и предвидел и рациональное использование природных ресурсов, опять-таки связь химии и окружающей среды. Ну, мне еще хотелось бы отметить, что немного ему повредило вообще в его карьере то, что в свое время были студенческие волнения, и он их поддержал, в то время как большинство, ну скажем так, профессоров не поддержало. И в том числе министр, который курировал в то время образование, тоже достаточно отрицательно отнесся к этой поддержке. Вот это вот тоже вот определенное время мешало. Ну и мы говорили о том, что, с одной стороны, у него был интерес к химии, с другой стороны, и к химической промышленности. Вот саму школу, как некоторые, например, химики, да, такие, как, например, Бутлеров, он не создал. Но, тем не менее, у него было очень большое количество учеников, и можно вполне сказать, что они тоже прошли его школу. И, как цитировали тогда, что лекции Менделеева, они внешним блеском не отличались. Но, тем не менее, они были настолько интересны, и вот это была одна из его задач, чтобы человек заинтересовать именно этим предметом. Может быть, не столько вот глубоко, но, в первую очередь, чтобы сначала появился у студента интерес к химии. И вот поэтому лекции его пользовались очень большой популярностью. И, как я еще раз повторю, что в первую очередь лекции его были очень глубоко увлекательны. Ну и даже вот первоначально, когда он написал «Основы химии», он старался, как он сам говорил, завлечь как можно больше людей к химии. Ну и также Менделеев сочувствовал, как говорится, и высшему женскому образованию, и был с 60-х годов профессором Владимирских, а затем Бестужевских женских курсов в Петербурге. Ну и мне также хотелось бы отметить, что, конечно же, заслуги Менделеева были признаны. Ну, в частности, он был членом практически всех европейских академий, почетным членом многих обществ. Но, тем не менее, в 1880 году наша академия предпочла ему Бельштейну, который был в то время, написал справочник по органической химии. И, тем не менее, это, конечно, его очень обидело. И затем, когда ему несколько лет спустя предложили вновь баллотироваться в Академию наук, он снял свою кандидатуру. Особенно ценили Дмитрия Ивановича в Великобритании. В то время эта страна называлась Англия. И он очень часто был приглашен туда в качестве лектора. И называли его не просто фарадеевский лектор. Эта честь выпадала в то время лишь очень немногим ученым. И в Великобритании ему было присуждено на просто очень большое количество разных медалей разных обществ научных. Поэтому там он пользовался колоссальной популярностью. Ну, конечно же, затем, безусловно, отделение химии русского физико-химического общества тоже, безусловно, признало заслуги Менделеева. И даже были учредены в честь Дмитрия Ивановича две премии за лучшие работы в области химии. Так что, как мы видим, Дмитрий Иванович, конечно, был очень таким необычным человеком. Ну, давайте теперь посмотрим, какие сейчас требования к оформлению таблиц Менделеева. Значит, современный вариант и сокращенный вариант у нас в слайде есть. То есть существует несколько вариантов таблицы Менделеева. Было очень много вариантов, но мы посмотрим те, которые сейчас рекомендует ИЮПАК. Так, ну, давайте сначала как раз обратимся к... Вот перед нами периодическая система Дмитрия Ивановича Менделеева. Это современный вариант, который рекомендует... Здесь элементы четвертого периода должны быть размещены в одну строчку. Но она у нас просто не вмещается, да, вот в сам формат. И получается, тогда у нас увеличивается количество групп. Ну, вот она такая какая-то совершенно непривычная. Вот в ней как-то трудно разобраться. Ну, вот это с 1989 года. Такое международное требование, что таблица... Это основной, как бы, вариант таблицы. Но допускается в учебниках и сокращенный, к которому мы привыкли. Давайте посмотрим на этот сокращенный вариант. Вот как раз, наверное, сокращенным вариантом практически все и пользуются, да? Да, мы как-то с ним чаще работаем. И на обложке вот обычных учебников по химии обычно изображена эта таблица. Да я и сам, например, когда делаю опыты в области биохимии, тоже обычно пользуюсь простой таблицей, потому что она как-то привычная, и в ней просто все найти. Ну, потому что мы с ней работаем долго. Если бы и с современным вариантом, к ней бы тоже привыкли, конечно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим строение, структуру этой таблицы. Так, ну, как вы видите, таблица состоит из периодов и групп. Да. Ну, вот для начала вообще вот некоторые, если посчитать вообще количество, ну, может быть, вариантов изображения, даже скорее модификаций, то некоторые авторы утверждают, что даже есть 500 вариантов модификации таблицы Менделеева. Ну, можно еще сделать таблицу антиэлементов, тоже она будет таблицей Менделеева. Да, абсолютно верно. Так вот, если говорить о первом варианте системы элементов, который был предложен Дмитрием Ивановичем, то это был так называемый вариант длинной таблицы. Ну, и в этом варианте они, периоды располагались одной строкой. Ну, а в декабре 1870 года Дмитрий Иванович опубликовал второй вариант таблицы, так называемую короткую форму, к которой мы как бы уже привыкли. Вот именно вот даже нисколько, может быть, с более простотой ее связано с тем, что вот мы к этой форме привыкли. Да, мы привыкли работать с этой таблицей. Вот, и я думаю, еще потому, что привыкли и многие люди, которые преподают химию, да, и поэтому как-то вот уже так традиционно сложилось, что этой таблицей мы тоже пользуемся и чаще даже, чем той, которая вот все-таки предложена. Так вот, давайте вернемся к этой короткой форме и обратим внимание на таблицу Менделеева, да, что в этом варианте периоды у нас делятся на ряды, а группы на подгруппы. Вот, ну, по поводу деления групп на подгруппы мы еще поговорим. Главную и побочную, да? Да, но сейчас говорят, подгруппа А и подгруппа Б. Это тоже требование и ЮПАК. Не главное и побочная, а А и Б. А это у нас Б побочная. А Б это побочная. Да, потому что действительно, ну, но тем не менее, очень часто даже вот еще в старых справочниках, когда характеризуют элементы, да, мы очень часто еще можем увидеть. Да, главная и побочная подгруппа. Хотя сейчас это уже считается, ну, не то, что неверно, но не совсем... Ну, даже если посмотреть некоторые группы, да, те же самые платиновые элементы, они все-таки отличаются представители так называемой побочной подгруппы от остальных элементов. Ну, тем не менее, и длинный вариант у нас тоже приводится в справочной литературе. А теперь, если мы вновь вернемся к таблице, то можно видеть, что в таблице Менделеева по горизонтали имеется семь периодов, которые, ну, это в старом варианте, да, у нас обозначаются арабскими цифрами. Из них первый, второй и третий называются малыми. Ну, я думаю, и само название актуально, потому что там меньше элементов, чем, например, в четвертой. В четвертой и в пятой. То есть можно просто по количеству элементов сразу, да и по таблице увидеть, что действительно там элементов располагается значительно меньше. Ну, и вновь, если мы опять-таки обратим внимание на таблицу Менделеева... Ну, располагаются они у нас в порядке возрастания заряда ядра. Абсолютно верно. Сейчас уже не говорят номер элементов таблицы Менделеева, это тоже не рекомендуется. Говорят, заряд, какой заряд ядра, и, значит, так сравнивают элементы. Ну, вот у нас опять таблицы, вот мы видим уже, где цифры 4, 5 и 6 достаточно такие массивные. То вот здесь можно сказать, что четвертый, пятый и шестой периоды, также седьмой, можно назвать уже значительно они больше, чем первый, второй и третий. Их называют большими. Ну, а если говорить о количестве, то в первом периоде мы видим с вами только два элемента. Да, самый первый водород, а потом в самом конце гелий. Ну, водород у нас обозначен дважды, поэтому не путайте, там не три элемента. Далее мы видим, что во втором и третьем периоде по 8 элементов, а в четвертом и пятом по 18. В шестом — 32, а седьмой у нас период, не думайте, что он вот у нас близок к малому, там 21 элемент, но он у нас еще не завершенный. Ну, и, соответственно, нумерация элементов, которые у нас представлены, она у нас фактически состоит из того, как один элемент следует за другим, так и присваивается им цифра. Правильно ли? Да, такая нумерация. Ну, проблемы здесь лантаноиды и актиноиды. Да, которых иногда очень часто даже выносят. Потому что Менделеев, когда создавал свою таблицу, он считал, что у каждого элемента есть своя координата. Период — группа, и в каждой клеточке должен быть один элемент. А у нас, получается, лантаноиды, и там целая группа элементов. Актиноиды — тоже целая группа элементов. Ну, и говорят, если бы Менделеев заметил эту проблему, она проявилась раньше, он бы, может быть, как-то еще долго работал дальше над этой таблицей. Потому что если взять и поместить все лантаноиды в один ряд, то нарушается периодичность в этих рядах. Потому что у нас элементы, которые входят в группу лантаноидов, они близки к лантано. И тогда зависимость, что в периоде у нас металлические свойства ослабевают, а не металлические усиливаются, вот эта зависимость будет нарушаться. С другой стороны, если убрать, как вот делают в таблице, видите, отдельной строчкой лантаноиды помещают, тогда получается клеточки в одной уже не один элемент, а, посмотрите, пишут как, от такого-то номера до такого-то номера. Ну, очень часто лантаноиды, например, выносят из таблицы в отдельную строку. Но правда, что хотелось бы отметить, что здесь и удобнее ей пользоваться. Потому что если лантаноиды будут еще, она будет еще более громоздкая такая таблица. Конечно. Давайте посмотрим, а как формулируется закон периодический сегодня? Ну, давайте мы его прочитаем. Характеристики химических элементов, а также свойства простых веществ, отвечающих этим элементам и соединений элементов, находятся в периодической зависимости от значений заряда ядер, атомов, элементов. Главное, каков заряд у атома, и самое главное, а каково же электронное строение? То есть где находится электрон, значит, вокруг ядра? Да. Но дело в том, что когда я сказала электрон и где он находится вокруг ядра, сразу же таких два противоречивых чувства. Электрон — это и частица, и волна. Когда мы говорим, допустим, в электронной лучевой трубке видим изображение, здесь проявляется свойство электрона как частицы. А когда в электронном микроскопе, значит, наблюдаем, тоже видим изображение, здесь уже проявляются волновые свойства. Так вот, в зависимости от того, как устроены вот эти вот электронные оболочки, какая оболочка заполняется, по этому принципу располагаются элементы в таблице Менделеева. Ну, можно сказать, что поведение электронов характеризуется квантовыми числами. Главное, побочное квантовое число, потом спин, магнитное квантовое число. И вот в зависимости от значения этих квантовых чисел, можно сказать, что электроны имеют разную форму оболочки. Мы сейчас посмотрим на слайдах форму этих оболочек, но предварительно я хочу сказать, что говорить, что вот электрон находится именно здесь, нельзя. То есть это не совсем верно, да? Да. Мы, конечно, заставляем студентов расписывать, сколько электронов на первом уровне, на втором и так далее. Но он есть. Есть вероятность, что он здесь находится. А вот здесь он или нет, вот если хотим, допустим, представить, как выглядит электрон, надо представить туман утренний, где-то туман рассеивается, где-то он более густой. И вот это и есть один электрон. Он везде. И где рассеивающийся туман, и где он густой туман. Но для химии, для химических реакций нам достаточно знать, что если S-электроны имеют форму вот такого шара, P-электроны напоминают, как будто это две свеклы, которые вот так соединены. Откуда вот растет ботвал, если соединить, мы получаем вот такой P-электрон. D-электроны имеют еще более сложное строение. Говорят, что так вот по вероятностным расчетам, как бы форму тороида. И таким образом заполняются электроны, заполняют орбиталь. Или S, или P. Давайте обратим внимание на слайд. Давайте посмотрим. Да, вот здесь у нас как раз и показано. S-электрон. Ну вот его представляет вот в виде вот такого, как сфера. И P-электрон. Совершенно другое строение. Да. Все зависит от того, если побочное квантовое число равняется нулю, то это S-орбиталь. А если единица P, 2D, 3F. Ну здесь, как правило, в школьных учебниках показывают, демонстрируют только в основном S и P-орбитали. Как наиболее простые, которые можно как-то на плоскости представить. Да, потому что дальше там еще значительно сложнее. Здесь показан пример. Давайте посмотрим, как заполняется. Да, вот этот, наверное, многим из классической химии известен. Как вы рисовывали стрелочки. То, что требуют всегда со студентов. Заполни, пожалуйста, распредели электроны по орбитали. Да, берут какой-то элемент. Нам приводят сейчас пример здесь алюминия. Ну, во-первых, по номеру периода ясно, сколько у него должно быть вот этих уровней. Три. Видите, нарисовано. Значит, алюминий находится в третьем периоде. Да, да, в третьем периоде. Дальше есть специальный расчет. У нас позже будет таблица, сколько электронов должно находиться на первой орбите, на второй, на этих орбиталях. Сколько электронов может находиться. Это показывает расчет. Ну и дальше, как они распределяются. Вот когда речь идет о распределении, конечно, студент никак не может выяснить закономерность. А в принципе, закономерности подчиняются только первой и второй периоды. Вот то, что мы сейчас увидим в таблице, сколько должно быть электронов. На каком уровне? Что заполняются. Пока не заполнился, допустим, один уровень, не идет заполнение второго. Это выполняется только в первые два периода. Поэтому очень часто их называют типичными элементами. Ну и иногда третий. А пятый, шестой, тут уже нужно смотреть в справочниках, как идет заполнение. Потому что иногда бывает, есть место, как мы говорим, электрону есть, куда поместиться. А он почему-то поднимается, по нашим понятиям, на более высокую орбиталь. Ему там экономически, энергетически выгодно. И как узнать, куда он поднимается? И особенно речь идет, когда начинается заполнять F, заполняться F-орбитали, здесь уже периодичность, предсказанная Менделеевым, уже такой закономерности не имеет. Уже периодичность несколько другая. Давайте посмотрим, сколько на каждом, как можно определить, сколько у нас электронов может находиться на каждом уровне. Ну вот, перед вами таблица, когда первый уровень, он имеет у нас S-орбиталь, и число электронов у нас составляет 2. Да, а формула такая, 2n квадрат. Вот, а на втором уровне у нас уже 1s плюс 3p, и здесь уже у нас 8 электронов. На третьем уровне 1s плюс 3p плюс 5d и 18 электронов. Да, это максимально возможно. Да, максимально возможно, это не значит, что если мы смотрим период, там вот берем элементы, там все будет одинаково. Четвертый уровень 1s плюс 3p плюс 5d плюс 7f, и мы видим, как уже усложняется. И уже максимально возможное 32 электрона. Ну и вот сейчас, наверное, мы еще будем говорить об электроотрицательности более подробно в следующий раз. Нам стоит сказать, что же такое электроотрицательность. Это способность атомов притягивать к себе электроны от другого атома. Но это понятие электроотрицательности, оно наиболее характерно для органической химии. Понятие для школьного такого курса сложное, потому что нет такой вот, можно сказать, численной зависимости. И, конечно, есть такая у нас таблица электроотрицательности, но понятие в основном используется не в неорганической, а в органической химии. Но мы об этом будем говорить. Да, мы потом еще обратим внимание на эту тему, так как с электроотрицательностью мы не сталкиваемся еще. Да, и часто вот сейчас при поступлении в учебные заведения, часто в виде графиков, в виде тестов задают студентам вопросы, вот как ты знаешь таблицу Менделеева, как изменяется свойство, допустим, электроотрицательность, радиус атома. И тебе представляют вот такие графики. Ну, и чтобы студент у нас не растерялся, мы ему подскажем, как с этими графиками работать. Обычно... Давайте обратим внимание на сами графики. Да, радиус в периоде уменьшается. Радиус в группе увеличивается. Ну, что мы видим из графиков. А у нас с вами спрашивают вот по этому графику, как изменяется электроотрицательность по мере возрастания заряда ядра. Посмотрите, зависимость должна периодическая. Пока ты идешь по периоду, уменьшается радиус. Как только ты переходишь на следующий период, ты, получается, попадаешь как бы уже в начало периода, и уже зависимость от групп, тогда возрастает. И у нас вот такая зависимость, видите, то возрастает, то убывает. То же самое и с электроотрицательностью. Потому что электроотрицательность в периоде возрастает, а в группе уменьшается. А если задают вам вопрос, а как же изменяется вот это свойство вообще по таблице Менделеева, тоже получается вот такая зависимость периодическая. Эти два графика нам помогут проверить свои знания таблицы Менделеева. Ну, давайте теперь кратко поговорим о занимательной химии. Ну, конечно же, химия нам, как мы говорили, очень тесно связана и с химической промышленностью. Вот, например, издавна для изготовления, например, одежды человек у нас пользовался сначала природными волокнами, которые у нас получали из хлопка, льна, шерсти некоторых животных, из нитей, которые привели гусеницитутового шелкопряда. Ну, вот, например, естественно, таких источников было недостаточное количество. И чтобы необходимо было, ну, как-то больше удовлетворять потребность в тканях. Ну, а если говорить о гусенице тутового шелкопряда, то она у нас выдавливает через узкий проток вязкую жидкость и вытягивает ее в тончайшую нить, затвердевающую на воздухе. Следовательно, чтобы получить искусственное волокно, подобно гусенице тутового шелкопряда, надо приготовить вязкую жидкость и из нее пытаться вытягивать нити. Что только не делали, чтобы получить синтетическое волокно. И об этом мы еще даже поговорим. Ну, вот перед нами как раз вот то, что хотели получить, синтетическое волокно. Вот. И пробовали обрабатывать азотной кислотой. А вот, кстати говоря, сколько может гусеница тутового шелкопряда в жизни? Жизнь 0,5 грамма шелка. Столько даст нам гусеница тутового шелкопряда. Ну, а один завод по производству искусственных волокон заменяет работу примерно 10 миллиардов гусениц. То есть целая, получается, замена целой биопабрики. Да, причем завод небольшой мощности. Ну, одна овца дает примерно шерсти 6-7 килограмм в год. Ну, посмотрите, какая экономическая выгода от искусственных волокон. Да, я думаю, что мы сейчас бы и без искусственных волокон просто не смогли бы и существовать. Они настолько у нас стали распространены и занимают достаточно важное положение. Ну, мне хотелось бы отметить, что, конечно же, вначале испытывали большие трудности в получении волокна. Сначала хлопок обрабатывали азотной кислотой. При этом получалась нитроцеллюлоза, которая при растворении в смеси спирта с эфиром давала сиропообразную жидкость. И из этой жидкости палочками удавалось вытягивать нити. Но этот примитивный способ, конечно же, не смог никого удовлетворить. Ну, и, может быть, чуть более детально мы еще вернемся к этой теме. Но надо, наверное, отметить, что сейчас синтетическое волокно наиграет важную роль. Используется даже, в том числе, и для новогодних украшений. Конечно. Вот 6 грамм синтетического волокна дают нам нить 9 километров. 6 грамм, 9 километров. Ничего себе. В одной из тем, в одной из следующих наших программ мы еще поговорим на эту тему. Ну, а на сегодня наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. До свидания.